Американские военные, оккупировавшие Эт-Танф, создали здесь свою базу и поставили управлять лагерем беженцев, рукбан, боевиков. С этого момента эти люди столкнулись с унижением, грабежами и насилием. Настоящими хозяевами лагеря были не американцы, а террористы, которых они поставили управлять нами. Самих американцев я ни разу не видел. Они патрулировали периметр, но в рукбан никогда не заходили. Лишь смотрели на нас, как на зверей за колючей проволокой. Наши жизни были в руках боевиков. И сейчас в рукбане ничего не изменилось. Боевики за все требуют деньги. Они взвинтили цены на хлеб и на самые необходимые продукты в десятки раз. Чтобы получить несколько литров воды, нужно отстоять в огромной очереди. О врачах беженцы и не слышали. Мы рассчитывали на то, что наших больных осмотрят медики, дадут лекарства. Говорили, что вот-вот откроют медпункт, но я, прожив в рукбане два года, к врачам не попал ни разу. Уехать из лагеря смерти можно, лишь заплатив огромные суммы. Чтобы вырваться на свободу, люди вынуждены продавать все, что у них есть. Боевики объявили таксу. 10 тысяч фунтов за проезд одной машины и 5 тысяч за выход одного человека. Неважно, речь идет о взрослом или ребенке. Продавать приходилось почти все по бросовым ценам. Самая большая драгоценность для бедуинов из пустыни – вот эта вот цистерна с водой. Живительную влагу они могут здесь получать в любом количестве и абсолютно бесплатно. Здесь, в здании школы, располагается один из лагерей беженцев, где принимают тех, кому удалось сбежать из рукбана. Условия спартанские, матрасы на полу, но ежедневно раздают еду. Здесь в круглосуточном режиме работает пункт сотрудников Международного красного полумесяца. Понимаю, что здесь я нахожусь в центре размещения беженцев. Домой я попаду не скоро, но поверьте, мне есть чем сравнивать. Здесь за мной смотрят врачи, у меня есть еда и вода. Я могу нормально помыться, в конце концов. А в рукбане был настоящий ад. Особое внимание в центре размещения детям. Профессиональные психологи и добровольцы проводят с ними занятия. Сейчас в серии каникулы, но не ходившие и дня в школу малыши с нетерпением ждут начала нового учебного года. И пока учатся элементарным вещам. Досчитать до десяти. Мама Амара говорит, что сына училась считать и писать сама. Мечтает, чтобы он получил образование. В рукбане не было ничего. Ни школы, ни детского сада, ни игровых площадок, ни развлечений. Здесь мы их потихоньку приучаем к нормальной жизни. Здесь они снова начали улыбаться. Им все в радость. Даже вот такие импровизированные уроки музыки. Доволен успехами сына и отец Амара. Говорит, кем бы он ни стал, инженером или пастухом, главное, чтобы ему не пришлось еще раз пережить войну или нахождение в лагере рукбан. Алексей Ивлиев, Валерий Кожин, телекомпания НТВ, Хомс, Сирия.